здравствуйте сегодня потрясающая мартовская погода так что я продолжу свои обзоры сидя на диване весна что в прошлом году что в этом конечно радует слов нет ну да ладно сегодня я хочу рассказать про новый довольно интересный лук от олега куликова его лучной фактуре снова зайду немножечко издалека луки олега попадали мне в руки довольно уже давно при том что мастер постоянно совершенствуется постоянно развивается первый самый первый лук в общем-то на меня особого впечатления не произвел там и отделка была попроще стрелял он в общем-то средненько но он был дешев в принципе достаточно надежен хорошо склеен преимущество да не было у него никаких преимуществ это было давно очень давно с тех пор даже самые дешевые луки заметно выросли продвинулись вперед здесь говорить нечего при том что некоторые производители сейчас только-только догоняют вот тот вот прошедший уровень ну да ладно у куликова достаточно широкая линейка о ней я хочу немножечко рассказать потому что рассказывать про новый лук без оглядки на луки старые будет немножечко словно самом начале я бы поставил его венгерский лук лук этот очень простой по характеристикам при том простой в обращении простой в стрельбе лук действительно именно что простой натяжение у него практически как у лонга если взять там прямое натяжение график натяжения он будет действительно прямым тянется как палка стабилен мягок не брыкается если сравнивать с автомобилем то это самый простой рабочий седан или там может пикап просто надежно действенно прилично по характеристикам все для новичков которые решили попробовать себя в восточных луках просто находка потом мне попался лук оварский на тот момент это был тоже новый лук с изогнутой рукоятью да без всяких сомнений лук очень интересен неплохих по характеристикам мне бы его если опять таки возвращаясь к автомобильной аналогии хотел и сравнить с спортивным автомобилем с турбодвижком потому что хорошие годные характеристики лук стабилен можно сказать управляем имеет приличную скорость выстрела ну точнее хорошо посылает стрелу но это на моих 28 дюймах если оттянуть подальше хотя бы на тридцатник лука просто просыпалась второе дыхание более высоких стрелков он показывал просто действительно очень хорошие результаты был хороший очень быстрый действительно хорошая годная вещь а потом мне в руки попался крымско-татарский и вот тут я обалдел если венгур был мне лук скучный откровенно говорю все в нем было хорошо и в общем ничего сверхъестественного товарец но он был для меня великоват потому что или мне надо было бы из него стрелять с кольцом вытягивая под тридцатник или в общем не мое оттрын крымско-татарский лук меня очень-очень удивил потому что одновременно был очень мягкий очень комфортный очень стабильный очень быстрый во всем диапазоне вытягав он показывал очень хорошие результаты при этом лук оставался комфортным мягким в общем сплошные хорошие эпитеты нет это действительно очень хороший годный лук есть масса людей которым он очень-очень понравился время шло и появился лук еще интереснее 2017 летом я ездил в запорожье первый раз мне этот лук в руки попался к сожалению поездка вышла совершенно каламбурно толком и не поснимал в общем вышло как-то неудачно но лук в руках покрутить удалось тогда это была совершенно новая модель и ну в общем загорелся желанием из этого лука постреля как следует уже тогда лук меня заинтересовал очень хорошие высокие действительно стрелковые характеристики очень хорошая стабильность но об этом я еще расскажу потом посчастливилось лук попал в один лук к одному человеку попал в городе где живу то есть харьковчанину притом живет недалеко дом я его из окна вижу но ведь ну какого черта я тебе просто так за спасибо обзор на тебя делаю а ты лук зажилил ну красава че ну не имеет значения можешь обломиться вот куликов мне прислал при том не в базовом исполнении вот такой вот лук все предисловие окончилось давайте поговорим про лук рабочее название этого лука которыми сейчас в руках индоперс ну вот так вот назвали коммерческого названия лука сейчас нет поэтому я буду очень признателен я с мастером этот вопрос оговорил если вы свои комментарии свои предложения по названию лука в комментариях оставите выберем самый интересный и тут ну если названием выберется кто-то получит какой-то приз так сам лук ну внешне это все таки у нас какой-то китаец определенно очень длинная негнущаяся часть ну точнее гнущаяся но тут вот такой вот косан лук здоровый и обалденно тянет ну просто опять таки надо деду луки куликова можно назвать луками живыми они тянутся совершенно не так как тянутся обычный рекурсиво даже похожего размера график натяжение вы можете посмотреть честно говоря не знаю что он скажет о нем но натяжение очень комфортно и действительно ощущение как включаются рычаги в работу и скажу сразу лук все делает очень эмоционально очень хорошо тянется то есть действительно особенно вот здесь это вообще обалденный момент просто класса все хочется тянуть и тянуть теперь маленький прикол вот возьмем неплохого рекурсивного китайца хороший годный лук неплохо стреляет пушки ничего необыкновенно в общем то вот оно до этого момента уже сразу преднатят бешеный при том что здесь плечи 55 фунтовые а это 40 фунтовка с первых же сантиметров я не первый раз уже про куликовские луки когда говорю упоминаю этот момент с первых же сантиметров понятно лук тугой далее пожалуй это первый лук который новичку я бы наверное все-таки не рекомендовал если взять аварец или крымско-татарский ощущение есть ощущение именно разгона стрелы луки хорошие мягкие хорошо ее разгоняют делают это достаточно быстро мы достаточно комфортно здесь просто происходит взрыв я еще в запорожье сказала этого лука боюсь стреляет он обалденно если приспособиться к луку он стабилен он хорошо стреляет единственное странно первые выстрелы шли почему-то выше и не только у меня но это уже мелочь это вопросы при стрелке характера лука но я повторюсь этот лук делает эмоционально все хэншока у него нет практически он достаточно действительно это хороший очень мягкий насколько это можно лук ну бляха-муха как он гвоздит вот поверьте когда погода наладится когда я выйду на улицу когда постреляю по мишеням в обалдете что 40 фунтовка так умеет по скорости ну легкими стрелами 200 fps он сделает без проблем даже вот это 40 фунтовка я думаю даже на 28 дюймах какой-то легкой карбоновой стрелой 400 грановая деревяшка я думаю у него полетит с моего вытягу на 180 fps безо всяких проблем гвоздит мощно эмоционально там в общем у меня сплошные эмоции про этот лук я повторюсь это не совсем обзор это мои первые впечатления из этого лука измена из вот этого лука стреляла только в коридоре сколько там метра 4 но это очень сложно описать сами луки достаточно никакого достаточно луки сделаны очень качественно отличная склейка отличные материалы используются качественный ламинат качественные клеи к склейке ну я вооружился увеличительным стеклом ну отлично все все делается отлично конкретно здесь используются мореный дуб здесь африканское красивое дерево рукоятка тоже из моренного дуба всех я не знаю точно сейчас какая политика надо будет переспросить но по моему уже все луки его идут с фастфлайтом очень хорошая быстро не тянущиеся детям вытягивать этот лук можно ну не до бесконечности но на 32 он тянется отлично я думаю даже дальше про какие-то винты вертолеты еще что-то куликовских луков сейчас говорить нет смысла потому что нет даже на мелко луки хорошие достаточно жесткие да нет в любом положении нету никаких намеков сделано все качественно сделано все хорошо сделано красиво но мне очень сложно говорить сейчас об этом луки потому что нет у него все хорошо с характеристиками но бляха-муха насколько он это все вкусно делает как он обалденно стреляет если крымско-татарские это делают даже если они покажут одинаковую скорость принципе это возможно крымчак это делает просто мягко элегантно у этого все происходит с каким-то именно эмоциональным нагибом это все равно что взять две машины одинакового веса одинаковых размеров с одинаковыми движками колесами и так далее но у одной кожа алькантара звукоизоляция а у второй жесткая подвеска карбон карбоновые панели и шум от двигателя в салоне в общем вот потрясно впечатление очень хорошее лук очень быстро лук очень стабилен а вот насчет комфорта здесь возникает вопрос хендшока нет я уже сказал лук действительно хороший в принципе да это комфорт он хорошо отлично стреляет но делает он это так что с этим луком справятся уже не каждый мне надо обстреляться немножечко технику поправить и чтобы лук этот раскрыл себя во всей красе предыдущие луки куликова были скажем все таки поскучнее вот это даже аварец которого вытягивать на тридцатник он это делает не настолько взрывоопасно можно даже сказать короче говоря вот такой вот индоперсидский лук хотя мне я бы назвал его наверное все таки юаньским и как я уже сказал лук очень эмоциональной с очень серьезными характеристиками надеюсь все таки в марте погода смилуется 12 бородатых мужиков или какие они там все-таки в лесу протрезвие до костра будет нормальная погода будут нормальные стрельбы и я вам покажу на что этот лук способен и поверьте способен на многое спасибо за внимание жду ваших предложений по названию этого лука я напоминаю мастер санкционировал такое предложение будут небольшие подарочки за удачное название при том они будут отправляться почтой практически в любую точку ну где почта сама работает если хотите думаете о приобретении скажу сразу лук эти уже не дешевая даже в базе стоит больше 200 долларов вариант с нестандартным деревом каким-нибудь красивым экзотическим вариант с инкрустацией с отделкой пирогом цена может доходить и до 250 даже до 300 долларов стоит ли эти луки собственно этого пожалуй да мне очень сложно сейчас найти лук в ценовой категории до 200 который действительно мог бы по характеристикам с таким сравниться мне посчастливилось пострелять из некоторых луков с алиэкспресс были самые дешевые стеклопластиковые но про них говорить не интересно эта фигня была парочка интересных экземпляров но они явно не дотягивают они не дотягивают по скорости хотя тянутся честно говоря даже похоже по ощущениям был один интересный лук но к сожалению на неймовый нельзя сказать я не могу сказать даже у какого продавца это брось китайцы толк в луках знают они их делать любят и умеют и если брать у толкового производителя толковый традиционный китайский лук он может показать очень хорошие результаты но они не так уж дешевые хорошие луки все равно стоят денег и стоят они не 100 не 120 долларов к сожалению вот собственно вот такой вот момент если надумаете кстати заказывать у куликова лук имейте в виду лук делается индивидуально под владельца и где-то ну под месяц может занять изготовление сейчас к сожалению на склад я так понял у него возможности работать нет луки расходятся как горячие пирожки даже вот этот вот лук прошло наверное месяца два прежде чем он попал ко мне в руки вот такая вот ситуация но черт подери он того стоит и в марте надеюсь про эту вот потрясающую вещицу я расскажу ну собственно пока все спасибо за внимание надеюсь до скорого обзора полноценного со стрельбами до новых встреч пока